Наше терпение не безгранично. Карапетян на встрече с ЗАСЕМ. 9 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял прибывшего с рабочим визитом в Республику Армения генерального секретаря ЭКБ Станислава ЗАСЕ. В своей речи Аршак Карапетян сказал, мы ожидали вашего визита еще в мае. В то время для Армении был довольно напряженный период. К сожалению, ваш визит не состоялся. Сегодня на наших границах сложилась стабильно тяжелая ситуация. В мае азербайджанские ВС с двух направлений вторглись на территорию Армении. Это нас очень беспокоит. Мы сторонники мира и в любом случае мы не хотим напряженности на наших границах. В то же время мы не готовы мириться с действиями, которые могут привести к нарушению государственной границы Армении. Мы будем решительно защищать свои территории. Конечно, мы стремимся решить этот вопрос мирным путем, демонстрируя свою миролюбие. В то же время наше терпение не безгранично и в отсутствие мирного урегулирования ситуации на наших границах мы оставляем за собой право решить вопрос силовым путем. Аршак Карапетян выразил сожаление тем, что существующие механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации ВДКБ не соответствуют современным требованиям развития оперативной обстановки и заявил о концептуальных подходах председательства РАВДКБ, подчеркивая, что одним из приоритетов армянской стороны будет наращивание и совершенствование деятельности организации, а также вопросы дальнейшего развития военной составляющей ВДКБ. Станислав Зась поздравил министра обороны раз вступлением в высокую государственную должность и проинформировал, что на 15 сентября в Душанбе намечено совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности комитета ВДКБ, а на 16 сентября пленум Совета коллективной безопасности, на котором председательство перейдет к республике Армения. Генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности ВДКБ Станислав Зась прибыл в Армению с рабочим визитом для встречи с высшим политическим и военным руководством страны. На 9-10 августа запланированы его встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном и министром обороны Аршаком Крапетином. В ходе встреч Зась проинформирует армянскую сторону о ситуации в зоне ответственности ВДКБ, а также о подготовке к очередному заседанию Совета коллективной безопасности. А почему те провокаторы из АРФ Дашнакцутюн не вышли кричать ему «позор», как кричали Шарлю Мишелю во время его приезда? Ведь Европа не обязана защищать Армению, а русские в двухстороннем формате, ИДКБ в многостороннем обязаны как раз. Или на хозяев нельзя наговаривать? Новая антииранская истерия в Азербайджане. Где наш флаг? Азербайджанцы в сетях негодуют из-за того, что на встрече спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой с президентом Ирана Ибрагимом Рейси в Тегеране не был установлен государственный флаг Азербайджана или, как его называют в самом Иране, Бакинской республики. Еще большее возмущение вызвал тот факт, что на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном армянский флаг присутствовал. Примечательно, что отсутствие флага предусмотрено протоколом Ири, однако уровень антииранской пропаганды настолько зашкаливает, что алиевские пропагандисты уже цепляются за любой повод, чтобы настроить общественность своей страны против соседнего государства. На этом фоне наиболее тревожными кажутся сообщения от внутренних источников о том, что на границе с Ираном в оккупированной части Арцаха Азербайджан размещает членов Организации народных маджахедов, маджахедин Яхалк, признанной в Иране террористической. Сегодня в Ереван зачем-то приезжает генсек Организации договора о коллективной бессознательности Станислав Зась. В связи с этим я хочу напомнить, что он в свое время окончил высшее общевойсковое командное училище в Баку, а при Лукашенко занимал высокие посты в Министерстве обороны Беларуси. Нужно учитывать, что Зась все еще носитель конфиденциальной информации военного характера, а на основании недавно подписанного соглашения Беларусь и Азербайджан имеют право обмениваться именно такой информацией на официальном уровне. Проще говоря, в Ереван едет не генсек бесполезной организации, а очень даже полезный агент влияния и информатор Баку. Если еще учесть, что нынешний посол Беларуси в Армении был до этого назначения генпрокурором и также является сто процентовным человеком Лукашенко, который обещал Алиеву отработать орден, то мы получаем в Ереван и резидентуру бакинских спецслужб, опосредованно через белорусских союзников. Визит посла США в Армении и главы офиса Озит в Сюникс подчеркнуто духовно-культурным содержанием. Церкви, монастыри, просто живописное место – это четкий многосторонний месседж Вашингтонской администрации. Во-первых, это послание армянской оппозиции, набившей мозоли на языке от повторения глупостей про сдачу Сюника. Во-вторых, это в равной степени послание Пашиняну – даже если ты не будешь бороться за Сюник, это сделаем мы, потому что Сюник – стержень транспортного коридора север-юг. В-третьих, штаты ясно дают понять и России, и Турции, и Азербайджану, что не просто признают и защищают территориальную целостность Армении, но и считают Сюник важным центром армянской идентичности. Антибольшевистский посыл – мы не дадим повториться захвату Сюника, как сто лет назад, здесь более чем очевиден. Стали бы американцы демонстративно ездить в Сюник, если бы хоть на минуту сомневались в его принадлежности Армении и слэш или в том, что он останется армянским. Не исключается, что Карабах получит такой статус, как Сан-Марина, Станислав Тарасов. Российский политолог Станислав Тарасов, обратившись к заявлению заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бекантова, согласно которому Россия не может разместить пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон, сказал, что правового документа, регулирующего вопрос, не существует, однако такой документ можно создать. В беседе с изданием 168-М Станислав Тарасов заявил, что циркулируется версия, согласно которой между Алиевым и Путиным есть договоренность о том, что Азербайджан присоединится к ЕС, и не без причастности Пашинян. По этой версии, на этой территории формируется, восстанавливается союз, схожий с СССР, но не СССР, в рамках которого Карабаху будет предоставлен особый статус, и не исключается, что Карабах получит такой статус, как Сан-Марина. Наверное, так и будет. Азербайджан с позицией силы говорит с армянами, у которых нет чувства безопасности, и армяне будут рады, чтобы контингент миротворцев остался в Карабахе, сказал политолог.